Добрый вечер! Спасибо, что здесь собрались. Для разнообразия я начну издалека. Однажды, когда мы как-то раз приехали в Эфиопию, мы встретились там с командой с экспедиции антропологической. Мы приехали, а они уезжали. Они работали в Танзании, а вовсе не в Эфиопии, но уезжали все равно через Эфиопию. И поскольку мы пересеклись, то мы оказались на лекции, которую они давали сотрудникам посольства. Они рассказывали о некоем диком племени, которое в Танзании все еще охотится с самодельным луком на карликовых антилоп, копает какие-то коренья палкой-копалкой. И рассказывали какое-то удивительное при всей своей примитивности устройство, которым, в отличие от них самих местные жители, отлично все выкапывают из каменистой почвы. Ребята ходят в шкурах сервалов, строят шалаши из листьев и, в общем, ведут вполне себе первобытный образ жизни, но, тем не менее, их все-таки слегка приобщают к цивилизации. И вот рассказывали, они даже одну девочку из этого племени отдали в школу местную, которую школу эта девочка окончила с таким отличием, что ее там брали любые местные, естественно, университеты. И говорят антропологи, мы очень хотели, чтобы она выучилась на врача, чтобы у племени был свой врач. А девочка сказала, нет, хочу учиться на пилота. Из чего следует, что да, что в человеке живет стремление к небу, даже если у него в руках палка-копалка, но стремление к небу, по-видимому, в некотором смысле живет вообще в наземных позвоночных. Иногда они пытаются туда взлететь или хотя бы не сразу упасть. И млекопитающие вот этот вот момент про не сразу упасть в разное время с ним экспериментировали. Более или менее стереотипно. Первый известный нам эксперимент ставили еще триконодонты на границе Юры и Мела. Ну вот это волтикотерий, для которого первого нашелся экземпляр с отпечатками мягких тканей, на котором было видно, что у него были перепонки между передними и задними лапами. А теперь уже известно, что было целое семейство триконодонтов, которые вели такой образ жизни. Они жили на деревьях и, чтобы не спускаться каждый раз на землю, планировали с дерева на дерево при помощи перепонок. Наши родственники, а шерстокрылые – это очень близкие родственники приматов. Неизвестно, на самом деле, когда экспериментировали, потому что были ли предполагаемые ископаемые предки шерстокрылов шерстокрылыми, так сказать, в привычном нам смысле, мы не знаем. По зубам это трудно определить. А современные шерстокрылые отлично умеют медленно падать, то бишь пролетать с одного дерева на другое, и чем, соответственно, исходное дерево выше, тем дальше. У них это получается. Грызуны, по-видимому, впервые такой эксперимент над собой поставили в эоцене. Был такое очень примитивное семейство эомииды, которые тоже попробовали себя в роли вот таких планиристов. В миоцене пробовали планировать с дерева на дерево сони, а вслед за ними подтянулись и белки. И вот сони-то эту идею забросили, а белки как раз нет. И, соответственно, вслед за миопитуристой появилось множество белок, которых мы сейчас знаем как литяги. Больше всего их в Юго-Восточной Азии. Так они, в принципе, живут и у нас, в том числе в Подмосковье, и в Северной Америке. Но, в общем и целом, все, начиная с волотикотерия, эти животные построены более или менее по одному принципу. У них есть перепонка, то бишь складка кожи, по сути дела, натянутая между передними и задними конечностями. Ну, с разными мелкими вариациями. То есть, понятно, что есть всегда попытка сделать ее чуть больше, чем позволяет длина ног. Поэтому появляются всевозможные шпоры, выросты локтевой кости у сумчатых, которые позволяют раскрыть перепонку шире, чем можно растопырить передние лапы. Но, как бы хорошо не удавалось планировать, вот гигантская летяга, она в этом смысле, если не считать шерстокрыла, по-видимому, рекордсмен. Говорят, может до 160 метров пролететь. Ну, падая в сущности, но очень медленно падая. А если по наклону вдоль какого-нибудь ущелья, вдоль которого еще и дует ветер, вообще, видимо, может лететь столько, сколько длится ущелье. Но это все равно не полет. Это все равно парашютирующие прыжки. А с воздушной средой на «ты» все-таки сумела оказаться только одна группа млекопитающих. Это, собственно говоря, рукокрылые, а ниже летучие мыши. Ну, почему они же, сейчас скажу пару слов. Иногда крыло летучей мыши сравнивают с крылом ископаемых птерозавров, ну или в обратном порядке. Но, на самом деле, сравнение абсолютно неадекватное. Вся общность заключается в том, что оно построено из тех же скелетных элементов. Ну, а из каких еще? Потому что у всех летающих позвоночных крыло – это передняя конечность. Плоскость может быть образована… Ну, вот птицы нашли способ, образовав ее из перьев. И, к слову сказать, птицы это тоже сделали не с первой попытки. Сейчас недавно сравнительно была работа, которая показывает, что, по-видимому, то, что называется «не птичьи динозавры», пытались аналогичным образом, более или менее аналогичным, подняться в воздух или хотя бы медленно падать научиться. Как минимум пять раз. И только вот последняя попытка увенчалась безоговорочным успехом. Соответственно, птичьи динозавры сделали себе крыло из складки кожи, но по совершенно иному принципу, чем летучие мыши у них. Оно было довольно жестким за счет соединительно-тканных элементов. Оно поддерживалось одним-единственным сильно удлиненным пальцем. Ну и, соответственно, принципы управления этой плоскостью были другие, чем у рукокрылых. У рукокрылых же перепонка поддерживается почти всеми пальцами кисти, кроме первого, который остался на всякий случай для других целей. Ну вот, собственно, чтобы получить крыло, костные элементы крыла потребовалось немножко трансформировать. Во-первых, сильно удлинить предплечье. Плечо не настолько, оно все-таки относительно слабо удлинено. Вот предплечье оказывается очень длинным. Плюс еще и оно в результате состоит, по сути, из одной кости, а не из двух, как у нас. Вторая, вот этот вот крючочек, оставшийся, по-видимому, для того, чтобы крыло не вывихивалось в суставе локтевом. Удлинились метокорпальные... Да, контуры перепонки вот так вот идут. Удлинились метокорпальные кости. То, что, соответственно, сверху от желтой линии. То, что у нас не является свободными пальцами. Ну и, соответственно, удлинились фаланги пальцев. Сама перепонка в результате такой конструкции состоит из нескольких частей, различающихся и функционально, и по происхождению. Это пропатагиум, то есть перепонка, которая находится перед конечностью, и передний край, который поддерживает уникальная затылочно-большепальцевая мышца, которой больше нет ни у кого из млекопитающих. Соответственно, пространство между пальцами, хира или дактилопатагиум, это основная пропульсирующая элемент. Это та часть крыла, которая создает основной вектор тяги, обеспечивает поступательное движение. Собственно, в зависимости от того, какое именно движение летучей мыши нужно, в первую очередь эта часть и меняется по своим пропорциям и форме. Остальная часть – это плагиопатагиум. И хотя он как бы функционально един, но разделяется на две части. Вот архиопатагиум – это та перепонка, которую, условно говоря, с рукокрылами разделяют летяги и все остальные планирующие животные. Вот этот кусочек, который есть у всех млекопитающих, попытавшихся подняться в воздух. А это вот уже собственное рукокрыльное дополнение к нему. Это, собственно, понятно из того, как проходят сосуды. И, соответственно, если у всех летяг, неважно сумчатых, несумчатых или вообще триконодонтов, это действительно, по сути дела, складка кожи на боку тела, то у рукокрылых при необходимости управлять этим летательным аппаратом это все гораздо сложнее. Вот эта самая затылочно-большепальцевая мышца. Она видна, как такой утолщенный тяж. Сама по себе перепонка пронизана соединительно-тканными волокнами, тонкими мышечными волокнами и непрямыми, в смысле не однонаправленными, образующими довольно сложную сетку. И, соответственно, питающими их кровеносными сосудами. Вот, собственно, по тому, откуда берутся кровеносные сосуды, и становится понятно, какая часть перепонки древняя, относящаяся к складке тела, а какая отросла уже на самой руке. Вот здесь вот хорошо видно как раз сосуд, питающий плагиопатогиумы, а также видно, что выходит он из локтя, а не от туловищной артерии. Сосуды, понятно, их функция очевидна. Они питают мышцы, а мышцы нужны для того, чтобы крыло имело даже не постоянную степень упругости и натянутости, а как раз регулируемую. Рукокрылые в этом смысле абсолютно уникальны. И, по-видимому, ну, скажем так, ученым неизвестны другие современные или ископаемые позвоночные, которые бы могли до такой степени регулировать натяжение крыловой перепонки. Мало того, что за счет того, что за счет пальцев перепонка крыло превращается в несколько функциональных блоков, которые можно регулировать просто, меняя положение отдельных элементов крыла, то есть раздвигая пальцы или, наоборот, сводя их. А еще и можно за счет внутренних мышц менять натяжение перепонки, таким образом меняя ее аэродинамические качества. Все это здорово и отлично, пока животное маленькое. Судя по всему, эта конструкция почти идеальна. Она дает абсолютно уникальные аэродинамические показатели, но при небольшой массе. Если у птиц ограничение, как считается, стоит примерно на 20 килограммах, и это связано с тем, что их грудные мышцы не могут развить подъемную силу для большей массы, то есть лететь может и 50-килограммовая птица, а вот взлететь, по-видимому, нет, то у рукокрылых все гораздо хуже. Нагрузка на почти перпендикулярный передней конечности пятый палец начинает его опасно выкручивать при массе больше килограмма. Соответственно, вот килограмм и является неким барьером. Есть рукокрылые, которые чуть-чуть больше килограмма весят, но, скажем, полтора уже, по-видимому, для них опасный вес, а два недостижимый. Какое место занимают рукокрылые в системе природы и млекопитающих? Ну, отец систематики, крестный, я бы сказал, отец систематики, Карл Линне, имел на этот счет, естественно, свое мнение, потому что, собственно, как создатель первой принятой в дальнейшем системы, он, естественно, имел свое мнение обо всех группах организма. Карл Линней знал, понятно, совсем немного летучих мышей. Он знал крылана, причем самого большого из них, гигантскую летучую лисицу, который дал видовое название вампирус, видимо, на всякий случай считая, что самый большой-то он точно неспроста такой. Он знал маленького листоноса, он знал большого листоноса, маленького в дальнейшем, кстати, когда линнеевским видом раздавали новые родовые названия, маленький листонос, собственно, получил название Короллия, как раз в честь Линнея. Он знал большого листоноса, он знал ложного вампира, хотя и не знал еще, что он ложный. Он знал двух европейских летучих мышей, одну с короткими ушами, другую с длинными. Если та, которая с длинными ушами, это ушан, и как бы тут немного вариантов, то почему именно двухцветного кожана отождествили с линнеевским Виспертилио Муринус, это абсолютная загадка. Это, с точки зрения Линнея, это просто летучая мышь с короткими ушами. Ну и напоследок, еще он знал зайцегубую летучую мышь. Вряд ли он знал, что она еще и рыбоядная, а вот что зайцегубая он знал. Поэтому дал ей видовое название Лепаринус. А всех их объединил в одном единственном роде Виспертилио, который отнес к отряду приматов. Вместе, соответственно, с родами Хомо, человек, Симея, обезьяны, и Лемур. И надо сказать, хотя понятно, что Линней многих вещей не знал, тем не менее, вот эта вот идея, что рукокрылые близкие родственники приматов, она, в общем, оказалась удивительно живучей. И дожила она, собственно говоря, до молекулярной эпохи. То бишь, до самого конца 20 века. И только когда начали строить макросистему млекопитающих по молекулярным данным, в общем, ожидаемо оказалось, что все не так. Значит, если мы возьмем, условно говоря, продвинутых плацентарных, вот одна из ветвей пойдет к кладе, которая называется эуархонта глирос, то есть настоящие архонты, приматы, шерстокрылые, и предположительно тупаи, и глирос, то есть грызуны, грызуны и зайцеобразные. Действительно, вот грызуны как раз, то бишь, в том числе и, собственно, мыши оказались довольно близкими родственниками приматов, а летучие мыши нет. Следующая ветка пойдет к насекомоядным, а вот здесь образуется вот такая группа, она включает хищных и копытных. На самом деле здесь я несколько упростил. Настоящие копытные совершенно необязательно являются единой группой. Очень может быть, что одни из них ближе к хищным, чем другие. Ну и то же самое можно, на самом деле, сказать о рукокрылых. Так или иначе, рукокрылые, хищные и копытные образуют некую единую эволюционную линию. В каком порядке они там внутренне ее живут, на самом деле, на данном этапе понять довольно трудно. Понятно, что они родственники. Понятно, что они родственники дальние, потому что все это произошло довольно давно, как минимум 65-67 миллионов лет назад. Все эти разветвления. Так или иначе, к приматам рукокрылые не близки. Рукокрылые, при том, что в общем обычно им не очень много уделяется внимания и во всяких образовательных курсах, даже специальных биологических, а уж я молчу про школьный, да и в какой-то популярной литературе о них вспоминают от случая к случаю, при том, что рукокрылые составляют одну пятую часть современных ныне живущих млекопитающих, уступая только грызунам, которые составляют почти треть. Соответственно, пятую часть рукокрылые, треть грызуны, оставшиеся млекопитающие умещаются в то, что от этого остается. 21-22 современных семейства, около 1450 современных видов. На самом деле мы не знаем, сколько живет видов рукокрылых на земле, отчасти еще и потому, что не всегда понятно, а где, собственно, границы этих видов. Но я об этом чуть еще позже скажу. Все-таки я систематик, поэтому немножко сделаю на это место крен. Соответственно, при таком огромном таксономическом разнообразии рукокрылые с одной стороны неизбежно разнообразны морфологически, но у них есть одно ограничение, поскольку они единственные активно летающие млекопитающие, полет их подчинил и заставил быть в некоторых аспектах одинаковыми, загнал в рамки. Очень долго рукокрылых делили на крыланов и летучих мышей, и мне до сих пор приходится бороться с этим делением, потому что оно продолжает, так сказать, в умах и в популярной литературе существовать. Но при этом сами посудите. Летучие мыши, как правило, с маленькими глазами, большими, иногда довольно сложными ушами, некоторые еще и на носу что-то такое странное несут, а крыланы наоборот. Уши у них маленькие, глаза большие, в общем, все наоборот. Ну, как бы нормальные звери, только что тоже с крыльями. Настолько велика разница в строении, по крайней мере, внешнем, что периодически даже возникали идеи, что может быть крыланы и вообще не рукокрылые. Может быть, они как-то независимо возникли, но как-то эти идеи разбились о противоположные аргументы, что такой сложный летательный аппарат, вот чтобы он один в один сформировался независимо, довольно трудно представить. Ну, а молекулярная филогенетика, она показала обискураживающую вещь, что вот эти вот зверяки со странными листками на носу, вот такими вот заковыристыми, даже и не листками, а непонятными выростами и складками, и крыланы, более близкие родственники, чем каждый из них с другими носикомоядными летучими мышами. Ну, то есть, вот примерно так. есть соответственно группа, объединяющая подкованосов, листоносов, старого света, еще некто, ложных вампиров, уже упомянутых, и крыланов, и есть группа, которая объединяет, соответственно, всех остальных рукокрылых. Такой вот парадокс. К этому можно добавить, что подобная картина породила следующий вопрос. А вот одна из важных особенностей рукокрылых – эхолокация. Она в результате что? Крыланами утрачена в пользу того, чтобы опять развить зрение? Или же ее у них никогда и не было, а рукокрылые приобрели ее дважды независимо? Надо сказать, что понятно, что этот вопрос пытаются решать опять-таки молекулярно-генетическими играми и в сочетании с определенными логическими построениями, как это скорее могло бы быть. Но два года назад это попытались решить практически, а именно посмотрев, а как, собственно говоря, в ходе индивидуального развития развивается внутреннее ухо, которое является маркером наличия эхолокации. Оказалось, что у крыланов оно развивается как у всех млекопитающих. Никаких интересных моментов у них нет. А вот у всех эхолоцирующих летучих мышей оно развивается по-другому, но двумя разными способами. Так что, судя по всему, все-таки рукокрылые приобретали способность эхолокации дважды. Историю появления и эволюцию рукокрылых, конечно, могли бы подсказать окаменелости. Но окаменелости обладают обидным свойством. Они от некоторых животных и из некоторых эпох сохраняются лучше, из некоторых хуже, а из некоторых не сохраняются вообще. Как говорится, не со зла, а по причине формирования или неформирования подходящих условий. Судя по всему, рукокрылые предки были существами в первую очередь лесными. А это сразу сильно затрудняет попадение в палеонтологическую летопись, потому что гниющие растительные остатки очень хорошо справляются с любыми попавшими в них остатками животными и не дают им возможности где-нибудь захорониться как следует. Как результат, если от предков рукокрылых что-то и есть, то это скорее всего изолированные зубы, по которым невозможно их опознать, потому что еще у предков 5-6-8 других отрядов были в то время абсолютно наверняка такие же зубы. А достоверные рукокрылые оказываются в палеонтологической летописи, вот те, которых мы точно можем сказать, что это они, уже будучи рукокрылыми. Ну и довольно долго вот эта летучая мышь, получившая название икарониктерис индекс из эоцена штата Вайоминг. Она считалась самым древним рукокрылым. Ну и справедливости ради остатки именно икарониктерит до сих пор в летописи самые древние. Хотя, как выяснилось чуть позже, не самые примитивные. Икарониктерис сам по себе довольно простенький. У него довольно длинное плечо и довольно короткое предплечье, что свидетельствует о том, что летал он откровенно плохо. Скорее всего, он перепархивал с дерева на дерево, а потом бегал по коре, собирая каких-то насекомых или чего ему еще попадется. Также, поскольку от него сохранилось довольно неплохо его внутреннее ухо, понятно, что эхолоцировать он тоже не умел. однако, в 2006 году была найдена не более древняя, но более примитивная летучая мышь. Найдена она была, к слову сказать, чисто технически, не в земле. Ну, понятно, что сперва-то в земле, но с точки зрения науки она была найдена в магазине. В смысле, что сотрудник Королевского музея Онтарио как-то раз поехал в США, надо полагать, как раз примерно в штат Вайоминг, зашел там в магазин минералов и окаменелости и внезапно обнаружил скелет зверяка, в котором признал летучую мышь, но не признал ничего знакомого. И купил. И это животное получило название Анихоникторис. Анихоникторис жил одновременно с Икаро-Никторисом, но даже на его фоне очень примитивен. У него еще короче предплечье по отношению к плечу, то есть он был еще худшим летуном. И уникальная вещь, у него сохраняются когти на всех пальцах крыла. Для летающего существа вещь довольно бесполезная. Когтевая фаланга бессмысленно утяжеляет внешний край крыла, а полету совершенно не помогает. Для чего-то они ему, видимо, все еще были нужны. Ну, или, скажем так, они ему не настолько мешали, чтобы пропасть. Ну, вот, собственно, в работе с описанием этой летучей мыши было показано, что соотношение костей передней конечности у нее, как у животных, которые висят под ветками, они летают с дерева на дерево, как у линеевцев, как у гиббонов и так далее. Так что, видимо, летуном он был ну уж совсем посредственным, реально, только для того, чтобы перелететь от одного дерева к другому. А вот буквально спустя какие-нибудь 4 миллиона лет уже летучие мыши совершенно оформлены. хорошо, здесь, может быть, и не видно, насколько они оформлены, но, как говорится, поверьте на слово. Это уже не Северная Америка, а Европа, но, надо полагать, в Северной Америке было что-то похожее. Просто в Европе стечение обстоятельств позволило нам заглянуть, взглянуть на тогдашнюю биоту. Это Мессельский карьер в современности, а когда-то Мессельское озеро, древний кратер, в котором сформировалось озеро. Озеро само по себе по краям кратера было мелководным, и в нем накапливался осадок. Зато из кратера иногда поднимались пузыри газа, которые травили все напрочь в окрестностях. Как результат отравленные животные что в воде, что над водой падали в озеро и захоранивались аккуратненько в этом самом мелкозернистом осадке. И в результате случилась уникальная, очень редкая в палеонтологии вещь, когда в одних и тех же слоях захоронилось реально все. Захоронились насекомые, мелкие, ракообразные, водоросли, высшие растения, причем вплоть до огромных вай-пальм по 3-4 метра размером, рептилии, амфибии, рыбы, птицы, млекопитающие в диапазоне от полиотерия размером с топира и до крошечных летучих мышей. То есть, это действительно получился слепок биот. Мы, глядя на эти слои, можем представить себе, что там жило. И в том числе, какие там жили летучие мыши. И летучих мышей там жило довольно много. И они уже образовали сообщество, которое разделилось по предпочтениям, где летать, как летать, ну и надо полагать, соответственно, что есть. Где ли они насекомых, но вот делали это в разных местах. Вблизи растительности, вблизи почвы, между деревьями, вдоль опушек. И вот здесь наверху силуэтик с длинными крыльями. Это Тахиптерон, первый достоверный представитель современного семейства. Вот сейчас живут, есть семейство мешкокрылов, а в нем есть такая группа могильные мешкокрыллы, тафазолсы. Могильные они, потому что в XIX веке, когда их нашли и описали, любили они жить во всяких мегалитических памятниках, в том числе, соответственно, в некрополях. Потому и могильные. Так вот, совершенно современного вида могильный мешкокрылл жил 48 миллионов лет назад в Месселе. Таким образом, примерно маркируя, когда начали появляться летучие мыши современного вида. Секунду. Значит, я уже упомянул про эхолокацию в связи с тем, что было раньше, курица или яйцо, в смысле эхолокация или рукокрылые. Но сам феномен эхолокации для рукокрылых хоть и не уникален, но достаточно характерен. И они среди млекопитающих такая флаговая группа в изучении эхолокации, в представлении ориентации в пространстве с помощью эхолокации. То, что летучие мыши как-то ориентируются в темноте, понятно, что натуралисты заметили довольно давно. Еще в конце восемнадцатого века в сплацане швейцарский натуралист ставил эксперименты. Сперва он просто помещал летучих мышей в полностью темную комнату, в которой сам ничего не видел. И обнаружил, что на предметы они не натыкаются. Когда он в такую же комнату выпустил сипуху, она в стену врезалась. Таким образом оказалось, что летучие мыши явно что-то в темноте различают лучше, чем сипуха, хотя и те, и другие ночные. Ну, а дальше он ставил над ними довольно бесчеловечные эксперименты, постепенно разными способами мешая им видеть, вплоть до полного лишения зрения. И выяснил, что зрение большой роли для них не играет. Лишенное зрение летучая мышь все равно прекрасно ориентируется в пространстве. Примерно тогда же была высказана идея, что как-то в этом задействован слух, но как оставалось долго непонятно. Настолько непонятным, что в 19 веке была очень популярна теория, что слух на самом деле тут ни при чем, а рукокрылые, раз уж у них такая огромная, обширная кожная перепонка этой самой перепонкой чувствуют уплотнение воздуха вблизи предметов и таким образом на них не натыкаются. Апеллируя не к научной литературе, а к научно-популярной, например, у Сеттона Томпсона. Эта идея излагается в единственной известной мне его повести про летучих мышей. В том смысле, что канадский натуралист тоже об этом знал и разделял эти взгляды. Как на самом деле, естественно, натуралисты 19 века не знали. И идея о том, что летучие мыши ориентируются при помощи слуха и делают это, улавливая эхо от имя же издаваемых сигналов, пришла в голову вот этому человеку, знаменитому, на самом деле, как будто бы совершенно другим. Это Хайрам Максим, изобретатель много чего, в том числе пулемета, и им, соответственно, прославившись, но вообще он изобретал много чего. Большинство его патентов связано с лампочкой накаливания, из-за которых он судился с Эдисоном. Вообще, человек, который был склонен изобретать многие вещи на ходу и даже не заморачивался их патентованием. Как для своих экспериментов с летательными аппаратами он просто для своих целей сделал впервые в истории аэродинамическую трубу, для защиты своего заводика по производству бездымного пороха он сделал автоматическую систему пожаротушения и так далее. Когда в 12-м году затонул Титаник, Хайром Максим, уже человек очень пожилой к тому времени, предавался размышлениям о том, что могло бы препятствовать такой трагедии. И результатом этого стала статья в Scientific American, которая называлась «Шестое чувство летучей мыши», в которой он излагал идею, что, скорее всего, летучие мыши ориентируются издавая неслышимые человеку звуки и воспринимая отраженные от предметов эхо. И вот если бы такой аппарат был бы на Титанике, то ничего бы с Титаником не случилось. И даже на следующих двух страницах этой статьи предложил схему этого аппарата. Одна была проблема. Единственные неслышимые человеку звуки во времена Хайрома Максима были инфразвуком. Просто не было приборов, которые бы способны были регистрировать ультразвук. Поэтому ультразвук оставался сугубо умозрительной концепцией. И оставался так еще 26 лет, пока в 1938 году не был построен действующий ультразвуковой микрофон. И вот тогда-то идея о том, что рукокрылые используют отраженное эхо собственных сигналов и нашла свое подтверждение. Регистрировать все равно его не могли. Ну, собственно, тут Максим был прав, хоть и ошибся с тем, в какую сторону от слышимого спектра надо смещаться. Рукокрылые ориентируются и находят добычу, не все рукокрылые, но большинство, не забываем про крыланов, при помощи издаваемых ими криков, получая, соответственно, отраженное от добычи эхо, ну, или от предметов, препятствий и так далее. Понятно, что эта система, появившись, довольно успешно эволюционировала вместе с рукокрылыми, какие-то издают сигналы ртом и, ну, то бишь, гортанью через открытый рот и, ну, улавливают в любом случае ушами. Какие-то научились обходиться не открывая рот, ну, хотя бы потому, что рот иногда занят. А учитывая, что издают они сигналы во время охоты, рот в это время бывает занят часто. Поэтому многие группы летучих мышей издают сигналы через ноздри. рот не открывая. Соответственно, если у первых странным образом иногда трансформируются уши, приобретая всякие выросты, складки, просто увеличиваясь иногда сильно в размерах, то у вторых еще и вокруг ноздрей нарастают всевозможные структуры, так называемые носовые листки. Ну, естественно, сигналы сильно варьируют, потому что от того, как изменяется частота, с какой, с какими интервалами испускаются сигналы, на какой частоте испускаются сигналы, зависит то, насколько сигнал далеко уйдет, с какого расстояния он сможет вернуться, какого размера и качества предмета и он позволит распознать. В общем, вот это некоторое разнообразие с инограмм. Мы эти сигналы не слышим, но если бы мы их слышали, сейчас я попробую, мы бы слышали, может быть, что-то вот такое. Вот так звучит поисковый сигнал или вот так с другими межимпульсовыми интервалами. Но это записано узкополосым микрофоном, а вот если воспроизводить, пусть и в замедленном варианте, полные переходы частот, эй, алло, то вот неслышимый мир становится вот таким. Вот. Ну, соответственно, да, то, о чем я говорил. Если испускать сигналы через ноздри, нужен своего рода рупор, который будет отсекать ненужные шумы, направлять сигнал хотя бы условно вперед, а для регистрации приходящего эха нужны соответствующие уши. Ну, как результат, в разных неродственных группах, это породило вот такие удивительные, иногда интригующие формы. Крыланы, как я уже говорил, исключение. Хотя крыланы тоже стремятся овладеть эхолокацией, ну, потому что в темноте это полезная вещь. Но только на самом деле одна группа крыланов придумала эхолокацию независимо от всех стальных летучих мышей и издает сигналы не гортанию, как все остальные рукокрылые, а корнем языка. Это пещерные крыл... те самые летучие собаки, пещерные крыланы, которые действительно часто живут в пещерах, хоть и не всегда, они умеют издавать так называемую щелчковую эхолокацию. Там частота сигналов находится очень близко к слышимому диапазону, и, в принципе, многие люди их даже слышат невооруженным ухом, но, тем не менее, для того, чтобы ловить в ночи бабочек, таких сигналов недостаточно, но крыланые не ловят бабочек, им нужно не наткнуться на ветки или на выступы стен пещеры. Для этого, как выяснилось, таких сигналов достаточно. было бы логично предположить, что те самые бабочки, которых ловят, что-то должны противопоставить этому. Вообще, идея о том, что насекомые и, в первую очередь, бабочки как раз ночные воспринимают эхолокационные сигналы летучих мышей, она очень давняя, она почти сразу возникла, как только вообще сформировалась подтвержденное представление о том, что рукокрылые используют эхолокацию. Очень долго было известно ограниченное количество видов ночных чешуекрылых, которые как-то реагируют на сигналы летучих мышей. Ну, как реагируют? В большинстве случаев складывают крылья и падают. Таким образом, просто уходя с траектории атаки нападающего на них зверяка. Для бабочки, конечно, упасть в траву гораздо безопаснее, чем быть съеденной. Понятно, что это не стопроцентное спасение, но тем не менее. Потом появились предположения, они получили свое подтверждение, что есть бабочки, которые ставят звуковые помехи. Что они издают серию сигналов на частотах сходных с поисковым сигналом летучих мышей, тем самым сбивая им наведение на цель. В экспериментах с одним из видов медведец и большим бурым кожаном было показано, что да, примерно на 12% снижается эффективность атак. Ну, учитывая скорость размножения насекомых, видимо, 12% более чем достаточно. Никакое абсолютное оружие в природе не возникает никогда. Ему всегда раньше находится противодействие. Но недавно группа в основном американских исследователей из нескольких американских университетов сдалась другим вопросом. А почему, собственно, это должно быть обязательно избегание атаки или тем более установка помех. Многие ночные бабочки ядовиты. Но демонстрировать это при помощи окраски в темноте абсолютно бессмысленно. Может быть, сигналы должны предупреждать летучую мышь о несъедобности добычи? Оказалось, что да, большой процент несъедобных бабочек действительно издает специфические эхолокационные сигналы, которые должны предупредить зверька о том, что его есть не надо. Логическое следующее предположение, что такая ситуация должна порождать мимикрию. И да, порождает. Вот здесь, собственно, это иллюстрация из статьи, где сравниваются сигналы, издаваемые так сказать прототипом и моделью неродственными видами бабочек, которые действительно издают очень похожие эхолокационные сигналы, мимикрируя друг под другом и таким образом снижая вероятность нападения на них со стороны летучих мышей. Самыми разными структурами. Вот бражник, который вот здесь изображен в начале, и вот из этого же рода бражник, например, издает теми самыми как это у него называется, короче, створками полового аппарата. Некоторые другие бабочки чешуями в основаниях ног. Ну, то есть, вот, насколько я помню, вот весь этот ряд издает совершенно разными органами эти сигналы. То есть, они абсолютно независимо к этому пришли. на самом деле бросок летучей мыши на бабочку осуществляется с расстояния нескольких десятков сантиметров. Вот на этом расстоянии, видимо, и эффективно. Много видовые сообщества летучих мышей, естественно, должны как-то делить жизненное пространство и, естественно, они это делят так же, как делили в иоценовом месселе. Есть виды, которые кормятся в открытом воздушном пространстве над кронами или над какими-то открытыми участками, прогалами, вырубками, водными пространствами, но не над водой, а просто в свободном воздухе. Есть виды, которые, соответственно, кормятся вдоль опушек, вдоль каких-то линейных элементов ланджафта, вдоль просек в современном лесу, ну и, строго говоря, протяженные прогалы могут быть естественными вследствие селей, еще каких-то событий. Есть виды, которые кормятся под пологом леса. Удивительным образом, есть виды, которые кормятся совсем в гуще растительности, между ветками и даже в тропическом лесу на самом нижнем, фактически травяном ярусе, в нескольких сантиметрах от поверхности почвы. Ну и, наконец, есть виды, которые кормятся над водой. Это важный момент, потому что летать очень близко к воде это не то же самое, что летать очень близко к какой-нибудь твердой поверхности. Соударение с водой гораздо менее болезненно, но требует некоторых своих особенностей. Например, желательно иметь способность не намокать при попадании в воду. В первую очередь это решается естественно разной формой крыльев. Ну, неизбежно. если ты летаешь в свободном небе и тебе надо пролетать большие расстояния, то, конечно, лучше лететь с большой скоростью, ну, пренебрегая при этом маневренностью. Если ты летаешь в пологе леса или в кустарниках, или тем более в травяном ярусе, то ну, не надо тебе скорость, она тебе только навредит. А вот маневренность нужна. Ну, и, соответственно, во втором случае это будет широкое тупоконечное крыло с большой подъемной силой, с маленькой удельной нагрузкой на эту плоскость. В другом случае это будет узкое длинное крыло, как у ласточки, которое в медленном полете будет очень энергетически невыгодно, потому что у него маленькая подъемная сила, зато на большой скорости то, что надо. Ну, и, собственно говоря, обладатели вот этих вот длинных узких крыльев, которые могут развить большую скорость, и благодаря ей могут улететь далеко от своего убежища, чтобы найти еду, способны создавать самые большие колонии. Никто из медленно летающих рукокрылых по-настоящему больших колоний не образуют. А вот, например, склочетогубы или уже упомянутые могильные мешкокрылые, они могут образовывать очень крупные колонии во многие сотни тысячи, в сотни тысяч особей. Ну, и апогея это достигает у бразильского склочетогуба, который на юге США образует самые большие скопления млекопитающих где-либо, когда-либо. колонии в Бракинских пещерах, если считать в сезон размножения вместе самок и детенышей, могут достигать численности 39 миллионов. Ни одно другое млекопитающее, даже люди, не собирается никогда такой толпой. Соответственно, склочетогуб на своих узких длинных крыльях, летя со скоростью 60 километров в час, за ночь проносится улетает от родной пещеры за сотню с лишним километров, там охотится и возвращается. Ну, соответственно, такая колония перерабатывает какие-то космические совершенно количество насекомых, и будем честны, не было бы человека, такая бы колония все равно была бы невозможна. только огромные поля, засеянные кукурузой, порождают такую численность потенциальных жертв, чтобы прокормить 39 миллионов склочетогубов. Ну, важно, что в период выведения потомства, выкармливания потомства с этих самых полей взлетает достаточное количество добычи. Все-таки природные колонии даже у склочетогубов редко превышают несколько сотен тысяч, что тоже много. Большинство рукокрылых, 1450 видов плюс-минус копейки, то, что называется насекомоядный, то есть питается беспозвоночными покрытыми хитином в первую очередь насекомыми, в первую очередь летающими, просто потому, что с другими рукокрылым трудно встретиться, но невозможно. Соответственно, это касается и тропических рукокрылых, и рукокрылых умеренного пояса, и всех рукокрылых, которых мы могли бы встретить в окрестках Москвы и вообще в нашей стране. Мелких очень часто питание летучих мышей изучают по фрагментам их добычи, которые они роняют либо в своем убежище, либо под удобной присадой, на которой хорошо есть добыча. Но это, понятно, касается только тех летучих мышей, которые едят не на лету. Кроме того, этот состав все равно несовершенен, потому что, понятно, что мелких насекомых они сжевывают так, что никаких от них пищевых остатков не получается. Иногда, когда показываешь человеку неподготовленному череп летучей мыши, то, в общем, многих поражает, какого размера у них зубы. Ну, на что я обычно говорю, что, а вы представьте, что вам нужно, если масштабировать, нужно съесть омара без помощи рук. Какие вам нужны зубы? Понятно, что использование разного пространства, соответственно, немножко разные эхолокации, немножко разные крылья в сочетании с немножко разными зубами и черепом позволяют рукокрылым расходиться по нишам. Даже если они все насекомоядные, они могут и даже неизбежно будут в некотором смысле избирательны в питании. Ну, скажем, если мы говорим о наших широтах, вечерница будет охотно есть и жуков, и бабочек, и комаров, и водных клопов, которых любят многие летучие мыши, и непоказанных здесь ручейников, что ей недоступно, это те насекомые, которые не летают. Соответственно, их она поймать не сможет, просто потому, что она охотится только в воздухе. Она будет охотно преследовать больших жуков и больших бабочек, и больших жуков она может разжевать. Ее могучие челюсти способны разжевать даже непробиваемого какого-нибудь плавунца или водолюба. Потому что такая добыча она заслуживает индивидуального внимания. Она большая, ею можно наесться даже одной на короткое время. При этом охотно будет есть комаров, потому что комары хоть и маленькие, но зато их много. Их можно ловить, не прибегая к особенно сложным маневрам. Маленькие нетопыри и сходные с ними по размеру ночницы будут в общем тоже есть и жуков, и комаров, и водных клопов, но скажем и бабочек и жуков они будут есть мелких. По той простой причине, что крупные им в рот не пролезают и для их челюстей слишком велики. А комаров они будут есть гораздо меньше, потому что в отличие от вечерницы им все-таки с их манерой полета за комарами придется гоняться чуть более целенаправленно. Аушан например будет опять-таки охотно есть крупных бабочек, но ловить он их будет в основном не в воздухе, а на коре, на ветках деревьев и так далее, чего не может сделать ни вечерница, ни нетопы. А заодно будет есть гусениц, а также пауков, которых он может поймать, а остальные нет. А жуков будет есть только маленьких, потому что у него слабые челюсти, и он с крупными просто не справится. Наше сообщество летучих мышей хоть и расходится по нишам, но основное разнообразие конечно сосредоточено в тропиках. и формы цвета и размеры тропических летучих мышей скажем так человека неподготовленного могут удивлять. понятно, понятно, что и в тропиках большая часть летучих мышей будет насекомоядными. И в сущности та картина, которую я показал на предыдущем слайде, будет и там работать, только в ней будет не три, и не пять, и не семь элементов, а скажем двадцать в каждом конкретном месте, или тридцать, или сорок. Ну, соответственно, каждая ниша будет уже, чтобы ребята могли как-то разойтись в пространстве и времени. Но в тропиках мы можем найти пищевые предпочтения рукокрылых, не свойственные умеренному климату. Например, растительноядных летучих мышей. Ну, то бишь, в первую очередь, в старом свете это крыланы, которые, по-видимому, исходно растительноядные. В новом свете это целый ряд листоносов нового света, которые, когда-то, осваивая новый для рукокрылых материк, попробовали себя в роли растительноядных животных. Крыланы могут поедать зеленые части растений, но они очень уж энергетически невыгодны для летающих животных. Поэтому, конечно, все-таки основа питание растительноядных рукокрылых это что-то богатое сахарами. Либо сочные фрукты, либо нектар и пыльца. Ну, соответственно, чтобы разгрызать фрукты, нужны сильные челюсти. Чтобы питаться нектаром, нужен длинный язык. Виден длинный язык? По-моему, столик закрывает. Вот длинный язык. А, рыльца в пыльце. Да, именно. Вот. Поскольку и плодоядные, и некотороядные рукокрылые в тропиках не редкость, и важный элемент сообществ, они становятся действительно важным элементом. Многие растения распространяют семена почти исключительно при помощи летучих мышей, потому что какая-нибудь король или другой листонос может оторвать плод перца, например, или еще какой-нибудь, и понести его, чтобы съесть в удобном месте, поближе к месту дневки. Иногда это километров за 10-15. Крыланы, даже мелкие, легко и непринужденно летают за 30 километров есть каждый день. что, собственно говоря, тропическим деревьям, живущим в удивительно, в крайне мозаичном сообществе и нужно, чтобы плод, ну, семя плода, отправилась от родительского растения как можно дальше. Как правило, с семечком они не могут справиться, либо роняют кусок плода, в котором много семян, и этого достаточно, чтобы там что-то проросло. В общем, выполняют важную функцию по распространению семян. Ну, а при этом целый ряд тропических растений полностью адаптировался к тому, чтобы рукокрылые их опыляли. В отличие от опыления птицами, вроде нектарниц, таким растениям не нужны цветные цветы, все равно летучие мыши цветов этих не увидят. Им нужны цветы ярко-белые, чтобы их было видно при минимальном освещении. А еще нужно, чтобы к этим цветам можно было подобраться, зацепившись за какую-нибудь достаточно массивную и прочную опору. Поэтому, например, пресловутый дуриан, у него цветы и затем плоды образуются на крупных скелетных ветках, за которые крылан, его опыляющий, может зацепиться. У африканского баобаба цветок сам по себе очень массивный и цветоножка формируется таким образом, чтобы мелкие крыланы могли за нее зацепиться, пока шуруют языком в цветке. Ну, а вот показанный здесь американский листонос измазан в пыльце, скорее всего, какого-нибудь из кактусов, вроде пароцериуса многие кактусы специально имеют цветки специально сделанные под таких листоносов, чтобы до нектара нужно было добираться, засунув цветок в голову в прямом смысле по самые уши, ну и в процессе этого измазаться как следует в пыльце. Вторая пищевая специализация нехарактерная для умеренного климата это питание позвоночными, то бишь хищничество. Немногие рукокрылые на самом деле хищничают, но есть такие. Вроде бы хромчатогубов листоноса, который питается древесными лягушками и между ними происходит вечная борьба. Не петь лягушка не может, а именно по ее песне листонос ее и находит. Соответственно лягушки вынуждены выбирать таким образом место, чтобы луна осветила им в глаза и листонос должен был подлетать от диска луны, но не всем видимо лягушкам достаются удачные места. Соответственно неудачники заканчивают вот так. Вот так выглядят остатки лесного зимородка Цейкса, которому не повезло оказаться на пути индийского ложного вампира. Индийский ложный вампир питается разными насекомых ест крупных и мелких грызунов и других летучих мышей, если подвернуться, и лягушек, и гекконов, и мелких птиц, которых он отыскивает спящими на ветках. Птицы в тропическом лесу часто спят на тонких ветках довольно открыто. предполагая, что основная опасность придет к ним по ветке от ствола и дрожание этой ветки их разбудит. Но иногда опасность приходит с воздуха, кусает их в затылок и улетает вместе с ними. При этом грузоподъемность и листоносов американских и ложного вампира довольно изрядная. Они способны унести добычу равного себе веса. Ну и совсем уж странная пищевая адаптация, как бы производная от хищничества, это питание рыбой. Где летучие мыши и где рыба, и действительно рыбоядных летучих мышей можно пересчитать по пальцам и останется много лишних. И только пресловутый зайцегуб, одна из семи летучих мышей, описанных Карлом Линнеем, в значительной степени питается рыбой и вообще всю свою добычу поднимает с поверхности воды. Не обязательно рыбу, но в первую очередь заточен на нее. Собственно, его зайцегубость это как раз одна из адаптаций к тому, чтобы хватать довольно большие объекты, чтобы они их удобно было брать в рот, потому что иначе губы мешаются. Ну и у зайцегуба очень длинные клыки. Так что некоторые исследователи в шутку его даже называют саблезубой летучей мышью, потому что рыба скользкая и чтобы ее удержать, лучше ее укусить сразу надежно. Понятно, что эхолокация не поможет найти добычу, которая находится под водой. Зайцегуб сканирует поверхность водоема и регистрирует момент, когда рыба хоть чуть-чуть над поверхностью воды высунулась. В экспериментах показано, что достаточно рыбе высунуться примерно на полтора-два миллиметра, чтобы она попала в зону поражения. Но на самом деле не очень понятно, насколько эффективна охота этой летучей мыши на рыб, но очевидно ей хватает. Она захватывает задними лапами. У зайцегубов огромные когти. Не уверен, что здесь это видно на этой фотографии. У него огромные когти, которыми он наносит удар вперед, как баграми. Подбивает рыбу вверх и дальше либо перехватывает хвостовой перепонкой, либо перехватывает сразу челюстями. Аналогично охотятся некоторые околоводные ночницы, но их аппарат попроще и менее совершенный. Соответственно, и эффективность охоты поменьше. Ну и еще одна неожиданная производная хищничество. Это нападение на животных, которые не просто больше, а в сотни иногда раз больше, чем сама летучая мышь. Это питание кровью теплокровных животных. Почему теплокровных? Потому что вампир, конечно, не сможет прокусить кожу где угодно. Ему нужно место, где сосуды подходят к самой поверхности. Поэтому на его остатках он тоже листонос. Когда-то у него вот здесь был носовой листок. А теперь на этом остатке, на этом пятачке находится терморецептор, сходный с теми, которые у нас на кончиках пальцев, которые позволяют нам не схватиться за горячую сковородку, если мы не очень разогнали руку только, вовремя остановиться. А у него он позволяет найти то место на коже, например, оленя, топира, ну или в современных реалиях коровы или осла, где сосуды подходят близко к поверхности кожи и где ему реально их прокусить. Дальше в дело вступают совершенно уникальные зубы вампира. Это передние резцы, которые превратились в хирургический инструмент для прокалывания кожи. У всех вампиров такая бульдожина, перекус нижней челюсти, на ней специальные ямки, куда эти верхние резцы вкладываются, чтобы в обычной жизни их не повредить случайно. Слюна вампира содержит антикоагулянт и, по-видимому, заодно обладает обезболивающим действием, чтобы животное не очень дергалось, пока из него пьют кровь. Ну, даже вот из этого короткого перечня особенностей понятно, что фантазии натуралистов рубежа 19-20 века о том, что всякая листоносая летучая мышь может стать вампиром, а не фантазией. Хотя это высказывалось вполне серьезными натуралистами. Даже была идея, что любой листонос укушенный вампиром становится вампиром. Смутно подозреваю, что связано это было с тем, что вампиры являются резервуаром бешенства и, кусая других летучих мышей, конечно, могут им передавать этот вирус. Но на самом деле с вампирами все хуже. Кровь очень непитательный продукт и питание ей увлечет за собой следующие по очереди проблемы. Хорошо, кровь течет, благодаря антикоагулянту она не свернулась, но из-за того, что она непитательная, вампиру ее нужно выпить очень много. Примерно собственный вес, что, казалось бы, физически невозможно. Чтобы это было физически возможно, выделительная система настоящего вампира начинает делать странные вещи, а именно сливает лишнюю воду прямо в процессе кормления. Таким образом оставляет то количество воды, которое вампиру нужно реально для поддержания физиологии. таким образом у него в желудке и кишечнике остается отфильтрованная концентрированная кровяная плазма, наоборот, кровяные тельца, в общем, содержательная часть крови. Даже несмотря на это, в отличие от всех остальных летучих мышей, вампиры не могут набирать, накапливать жир. Если насекмоядная летучая мышь, неважно, тропическая или жительница умеренного пояса, в принципе, может поститься несколько дней без всякого вреда для своего здоровья, многие наши виды по неделе могут совершенно спокойно не есть, даже не впадая в настоящее оцепенение, то для вампира три дня это гарантированная смерть. Через два дня он уже теряет способность нормально двигаться. это повлекло за собой уже поведенческую адаптацию. Вампиры делятся с незадачливыми сородичами частью проглоченной пищи, чтобы дать им новый шанс. Но делиться абы с кем это довольно нерационально. Кому ни попадя, в общем, драгоценную еду ты не отдашь. Соответственно, у вампиров очень сильные социальные связи. Они годами поддерживают социальные взаимоотношения между конкретными особями и делятся кормом естественно только со знакомыми и родными. Ну, как правило, это совпадает. Вот. Так что быть вампиром это довольно тяжелая вещь и я еще не все адаптации перечислил. Не всякая летучая мышь может быть вампиром. В реальности нашего мира вампиры это сугубо южная и центрально американская группа, включающая всего три вида. Один питается кровью млекопитающих, один питается кровью птиц и один питается и теми и другими. Вот тот, который здесь в полете это как раз тот, который питается кровью птиц, в основном курообразных. Поскольку летучие мыши самые разнообразные в тропиках, то и ехать приходится за ними в тропике в качестве такого лирического отступления. Вот такая романтика дальних странствий, жизнь на свежем воздухе, в палаточных лагерях, посреди тропического леса, иногда даже девственного слегка, со всеми сопутствующими опасностями этого самого леса, ядовитые змеи, скорпионы, наземные пиявки, которые на самом деле из всех троих показанных самые неприятные, потому что их легко не заметить, а они-то как раз замечают очень хорошо все, что нужно. Ну и ловля летучих мышей, для того, чтобы их изучать, их нужно как минимум взять в руки, как правило. ловят их в первую очередь паутинными сетями, примерно как орнитологи птиц, только желательно, чтобы сети были еще тоньше. К слову сказать, из-за этого орнитологи, например, наши летучие мыши на сети очень не любят, когда им предлагал поделиться. Они говорят, нет, очень тонкие птицы в них запутываются и травмируются, а еще они их рвут и улетают. Ну и летучие мыши иногда рвут и улетают. Так, к сожалению или к счастью, смотря с чьей стороны на ситуацию глядеть, бывает. Ну и еще важный момент. Мы помним про омара без помощи рук. Соответственно, руки приходится защищать, потому что летучие мыши в борьбе за свою свободу иногда кусаются и иногда сильно. но, как говорит один заведующий кафедрой и профессор, все это паразоология, имея в виду, что это по аналогии с парамедиками еще не настоящая зоология, а только предварительный этап. Зоолог, работающий в полях, он собирает первичный материал и доставляет его вместо настоящего изучения. В отличие от медиков и парамедиков, это, к счастью, наверное, иногда один и тот же человек, который и доставляет, и потом в лаборатории смотрит. А из-за того, что летучих мышей очень много и про них известно много, но неравномерно, бывают вопросы, которые можно решить только в лаборатории, начиная с простого вопроса, кого собственно мы поймали. Вот четыре листоноса, одинаковы с лица практически. Кто они, сколько здесь видов и кто кому родственник. Ну, вот оказывается в дальнейшем, что А и Б, несмотря на значительную на самом деле разницу в размерах, на фотографии это плохо видно, это очень близкие родственники, В, их родственник, но другого вида, а Г, на самом деле, даже не двоюродный брат. Это касается очень многих летучих мышей. Во всем мире, вообще, среди летучих мышей есть несколько очень крупных родов с очень большим количеством видов, для млекопитающих большим. Например, род ночниц это второй по объему род среди вообще всех млекопитающих, только белозубок больше. Ночниц почти 140 видов, они живут везде, где вообще, почти везде, где живут вообще летучие мыши, и многие ночницы друг на друга очень похожи, даже с точки зрения специалиста. Особенно маленькие, на которых какие-то признаки довольно плохо видны, из-за их размера. И вот довольно долго считалось, что есть такая вот малая ночница, которая живет по всей Юго-Восточной Азии. Пока не оказалось, что часть того, что к ней причисляли, вообще относится к другому роду, а часть того, что другая часть к другому роду не относится, но к другим видам относится. Ну и вот на филогенетическом дереве эти виды отразились, а дальше уже мы смотрели и искали, а чем же они, собственно говоря, отличаются. что-то нашли, соответственно, описав новые виды из этого рода. А дальше история имела продолжение, потому что оказалось, что такие ночницы были известны из совершенно другой части Азии, но поскольку были они известны еще со времен Британской империи по старым коллекционным материалам, никто их пристально не рассматривал, и в результате название, которое к ним относится, употребляли для совершенно другого зверяка. Так тоже бывает. Когда говорят о том, где живут летучие мыши, в смысле, что они используют для жилья, вспоминают пещеры. Такая ассоциация летучей мыши, пещеры, спелеологи видят летучих мышей, мистический белый спелеолог охраняет летучих мышей, и так далее. Ну, да, поскольку летучим мышам не обязательно видеть глазами, что вокруг них происходит, то пещеры для них вполне приемлемы. А у пещер есть то преимущество, что в них обычно более стабильный микроклимат, чем в окружающем пространстве, что летучим мышам, естественно, тоже на руку. С их небольшими размерами это очень важно, чтобы микроклимат был стабильный. Поэтому большие колонии, действительно большие, они формируются в первую очередь, конечно, в пещерах. если мы говорим о наших широтах, у нас на нашей русской равнине природных пещер по пальцам пересчитать, и они небольшие, а есть искусственные, и если летом в них в общем по сути дела летучие мыши не живут, и это тоже объяснимо, потому что в наших условиях подземелья оказываются летом слишком холодными для того, чтобы благополучно выносить и выкормить потомство. Нужно что-то потеплее, поэтому наши летучие мыши летом все-таки предпочитают дупло. А вот зимой то, что надо. На зиму многие неперелетные рукокрылые уходят в эти подземелья искусственные, и там благополучно проводят зиму, потому что там температура не падает ниже нуля. Про дупло я сказал, но на самом деле дендрофильные летучие мыши не останавливаются обязательно на дуплах. Некоторые могут в принципе использовать и зеленые части растений в качестве дома родного и даже немножко модернизировать их под свои нужды. Вот собакоголовые крыланы вот так обращаются с листьями вверху банана, а внизу веерной пальмы. Они их подгрызают так, чтобы края листа обвисли, и хищник подлетающий пернатый, например, подлетающий сбоку, тем более сверху, никаких крыланов не увидел. Ну, а снизу, даже если он увидит, что он сделает? Поскольку сами крыланы, как и все рукокрылые, большую часть жизни ведут вниз головой, их, в общем, отсутствие пола совершенно не заботит. Он им даже вреден в некотором смысле. В Америке аналогичные конструкции из листьев делают разные листоносы, ну, и в том числе, да, лидер покавайности среди всех рукокрылых белый листонос. Он тоже делает так называемые палатки из листьев, подгрызая их вдоль центральной жилки, чтобы они сложились лодочкой. Даже некоторые листоносы получили в русском варианте название листонос-домостроитель, хотя, конечно, домостроение не самое сложное в мире. Но, тем не менее, какая-то модернизация пространства, модификация. Для наших широт использование листьев, ну, скажем так, не характерно для летучих мышей. И, пожалуй, в нашей стране я знаю только один такой пример, хотя я с ним лично столкнулся не в нашей стране, а в окрестностях города Саппора, который находится строго напротив Владивостока. И у нас в Приморье, и Нижнем Преобурье, и, соответственно, в Японии живет уссурийский трубконос. Вообще, трубконосы одна из любимых моих групп. Они абсолютно безумны, потому что они ведут странный образ жизни, они охотно бегают по земле, они при этом обладают очень маневренным полетом, позволяющим им летать в густой растительности. Те группа тропическая, поэтому те виды, которые оказались не в тропиках, а в умеренном поясе и как-то худо-бедно этот климат освоили, они выкидывают странные вещи для рукокрылых, то, чего другие наши рукокрылые не делают. Они ловятся в ловушке для грызунов, они пытаются заселяться в какие-то норы на земле, и бог знает еще, что делают. У нас распространен в Сибири, собственно говоря, сибирский трубконос, который более крупный, а вот более мелкий, известен за всю историю из нашей страны по 29 находкам, хоть он и уссурийский и описан с нашей территории. Но когда я говорил с коллегой из Хоккайдо, он говорил, ну, я, говорит, мой рекорд это 25 штук в день найти. И когда мы оказались, ну, не то чтобы совсем на природе, но, по крайней мере, вблизи к ней, и у нас было некоторое время до наступления темноты, он сказал, пойдем, пойдем искать уссурийского трубконоса. Очень просто, говорит, видишь какое-нибудь высокое травянистое растение с обвисшими засохшими листьями, ты их прощупывай, и если там что-то плотное, то это уссурийский трубконос. И так и оказалось. Вот он, уссурийский трубконос в листе. Они так днюют, оказывается. Правда, так днюют только самцы. Где днюют самки, неизвестно. Самка с повешенным на нее маячком задневала, как он мне рассказывал, где-то в верхней части кроны монгольского дуба, метров 20 от земли. Поэтому, как именно она это делала с земли, было не видно. листья листьями можно добавить, что уссурийский трубконос среди прочих безумных поступков, например, единственная летучая мышь, для которой известно, что она зимует в толще снега иногда. В таких капсулках весной снег начинает стаивать, а там под слоем снега зимуют трубконосы. Почему бы нет, собственно. Сейчас А, да, я в аннотации обещал, что я скажу про летучих мышей в подъезде. Конечно, летучие мыши используют и постройки человека. Многие виды используют постройки человека так, что когда ищешь про них информацию для какого-нибудь очерка, обнаруживаешь убежища постройки человека. Опа! Только в них и найдены. Ну, на самом деле, да, такие и есть, но чаще все-таки летучие мыши как-то хотя бы делят, разделяют природные убежища и созданные людьми. Тем не менее, с точки зрения летучих мышей, человеческие постройки это такие, в зависимости от материала, либо странные огромные мегадупла, либо внезапно в неположенном месте стоящие пещеры. И то, и другое вполне пригодно для жилья, и то, и другое охотно используется в разных широтах. Вот группа ночниц в заброшенном, кажется, гараже в европейской части, а вот группа тоже ночниц, но других в старой церкви в Армении. В общем, все примерно аналогично. Но ночниц в подъезде мы, к счастью, в первую очередь для ночниц, наверное, редко находим, а зато появилась летучая мышь, которая решила, что городские дома это отличное место для зимовок. Летом нет, а вот для зимовок то, что надо. Это двухцветный кожан. И вот его как раз запросто можно найти в подъезде. И реабилитационный центр рукокрылых в московском зоопарке каждый год принимает таких найденных, а сколько остается ненайденных, никому не известно. Вообще двухцветный кожан, судя по всему, это выходец из Северного Китая, который оказался очень экологически пластичен и очень успешен и уже после ледника начал расселяться. Не исключено, что даже не просто после ледника, а после появления человеческих поселений, потому что он как раз вне своего, я бы даже сказал, не исторического, а доисторического ареала, почти не использует другие убежища. Он очень последовательный и убежденный синантропный вид. И вот как синантропный вид, он живет сейчас от Финляндии, Голландии и даже старушки Англии до, соответственно, острова Сахалин и Кореи. И живет в основном в домах. Но если летом он предпочитает все-таки деревянные постройки, то зимой его тянет к каменным зданиям, которые что-то ему родное напоминают. И в Москве каждый год находят много двухцветных кожанов, которые зазимовали где-нибудь за мусоропроводом, в шахте лифта, просто в подъезде, где-нибудь попытались залезть между рамами. Самое уникальное, известное мне, это когда зимующего двухцветного кожана нашли в коробке из-под обуви, причем уже весной, когда обувь начали убирать. Так что, да, если вы столкнулись у себя дома в Москве с летучей мышью в зимний период, то где-то с вероятностью 29 из 30 это двухцветный кожан. летучих мышей сейчас в связи с относительно недавними, но глобальными событиями принято ругать, дескать, они резервуар коронавирусов. Это отчасти правда, а вот являются ли они реальными виновниками пандемии, это вопрос открытый, потому что в общем исследования показывают, что вот так вот запросто за полчаса вирусы не перепрыгивают с одного организма на другой, поэтому что-то должно было этому предшествовать. Как минимум какой-то длительный период привыкания вируса к новому хозяину и уже потом его распространение в человеческой популяции. Так или иначе, да, это правда, что рукокрылые, как и вообще-то многие другие животные, являются хозяевами самых разных вирусов, некоторые из которых потенциально опасны для человека. поскольку из-за коронавируса в первую очередь летучих мышей в этом аспекте стали очень активно изучать, то сложилась сейчас картина, как будто больше вирусов, чем на них, ни на ком не сидит. Вот. Но я в эту как раз область углубляться не буду, хотя как бы могу порекомендовать все-таки в случае, если вдруг вас судьба с летучими мышами и живыми столкнет соблюдать некоторую минимальную осторожность. Коронавирусом вы вряд ли заразитесь, или, например, вирусом Эбола, особенно в наших широтах. А вот бешенство тоже вряд ли, но лучше не рисковать. А вот в Америке, кстати, гораздо более вероятно. Там бешенство примерно на порядок выше, чем у нас, а то и на два. Вот. А напоследок я остановлюсь на обратной проблеме. Не что летучие мыши подарили человечеству, например, постельных клопов они подарили, а что человечество дарит летучим мышам, кроме возможности зимовать в подъездах. В первую очередь, конечно, это касается тропиков, где ландшафты мозаичные, где огромное разнообразие, соответственно, каждый его элемент гораздо в большей степени привязан к определенному ландшафту и где вырубка лесов имеет гораздо более драматические последствия. Вот когда такие караваны бывших американских военных грузовиков в новые роли тащат стволы, которые до этого росли несколько десятков лет, это, конечно, выглядит драматично. И, в общем, это реально большая проблема приводит к сокращению многих популяций и исчезновению многих популяций. Плюс рукокрылые во многих странах используются в еду. В первую очередь, это крыланы, конечно, потому что в крыланах многих есть чего есть. К слову сказать, уже довольно давно, например, все летучие лисицы находятся во втором приложении Конвенция Международной Торговли, то есть торговать ими через границы государств нельзя. Ну, или можно по специальному разрешению. А вот охотиться на них в целях еды во многих странах все еще можно. И, например, лицензированный промысел крыланов летучих лисиц в Малайзии прекратили только в 2006 году. До этого добывалось, по-моему, до 220 тысяч особей ежегодно на еду. Тут сразу можно оговориться, что летучие лисицы еще и резервуар вируса Нипах, который потенциально смертелен для человека. Этот нюанс тоже важно помнить. Но еще опять-таки недавно сравнительно была статья, где анализировалась, где, собственно, авторы говорили, что когда речь идет об охране рукокрылых, о потенциальных угрозах, везде говорят, а вот их используют, вот здесь их используют в еду, и вот здесь их используют в еду, но почему-то не анализируется, а не используют ли их еще для чего-нибудь, например, в качестве традиционной медицины. И оказалось, что как раз для нее-то их используют гораздо шире. и в огромном количестве стран летучих мышей промышляют еще и ради как источник неких традиционных медицинских снадобий. И, ну, пример с другими животными, вроде панголинов или тех же носорогов, показывает, что это может быть гораздо более разрушительно. Потому что для еды обычно добывает ее человек, ну, добыл и поел. Сыт, вроде уже новую не добываешь. А лекарства зачастую такие традиционные стоят огромных денег, и тут уже добытчик не будет останавливаться на достигнутом. Ну, еще одна опасность это зеленая энергетика. Ненавидимая всеми летучимышатниками в мире, потому что ветровые генераторы ответственны за гибель большого числа летучих мышей, но в Европе вроде бы не очень большого. Правда, некоторые европейские коллеги говорили, мне злобно, что это, дескать, считают плохо, поэтому и не особо. А в Америке считают хорошо. Где-то около 200 тысяч летучих мышей ежегодно в Северной Америке гибнет на ветрогенераторах. потому что это очень большая штука ветрогенераторы. Там никакая пи... Это никакая... Нет, пробуют ставить какие-то отпугивалки, но это какой мощности должна быть штука, чтобы она охватывала зону действия. вот такой вот ветрогенератор. У него 25 метров длина лопастей, и это небольшой. Бывают гораздо больше. Вообще самые большие 75 метров лопасти. Вообще даже представить страшно. И еще собственно проблема. Ветрогенераторные станции ставят на тех местах, где дуют ровно постоянные ветры. Как правило, это побережье либо крупных озер, либо морские такие ровные протяженные. Как правило, это и места сезонных миграций. И известно, что сейчас мигрирующие виды в Северной Америке, численность их очень сильно просела и в значительной степени благодаря ветрогенераторам. Ну, а чтобы ударить по ним с двух сторон появилась вот эта чудесная вещь. Так называемый синдром белого носа. Гриб геомицис деструктанс на самом деле живет в колониях летучих мышей в Евразии. В Европе он довольно жестко привязан к колониям больших ночниц. более того филогеография гриба соответствует примерно филогеографии самой большой ночницы. То есть каждая крупная колония несет на себе свой собственный штамм этого гриба. Но большие ночницы совершенно не страдают от него. Ну, скажем так, если и страдают, то, видимо, те, которым и так суждено умереть. А вот в Северной Америке оказалось, что совершенно по-другому. Вот картинка по состоянию на 16-й год, где он появился и как он начал распространяться и с какой скоростью. Американские летучие мыши вдруг внезапно оказались к нему страшно неустойчивы. Все зимующие виды от него гибнут. Он, строго говоря, ничего плохого не хочет. Это гриб, который питается отмерзшими клетками, отмерзшей органикой. В частности, отмерзшими клетками эпителия. Просто поселяясь, например, на эпителии носоглотки, он разрастается на спящей летучей мыши в таком количестве, что просто ее банально душит. Вот эти гифы, выросшие на морде, это то, что изо рта и носа уже вылезло наружу. Он поселяется на перепонках и поедает как будто бы отмерзшие клетки эпителия. Но, по-видимому, по мере его разрастания отмерзших клеток становится все больше, он их все охотнее поедает, вплоть до дыр в крыльях. Почему-то в Старом Свете этого не происходит, а в Новом Свете это происходит со страшной силой. Даже ветрогенераторы такого не добились. И за соответственно вот с 2006 года, например, Малая Бурая Ночница, которая до 2006 года была, наверное, самым многочисленным видом рукокрылых в Северной Америке, перешла в категорию угрожаемых и даже критически угрожаемых, потеряв примерно 90% численности за какие-то 15 лет, 16. Вот. Так что, причем, понятно, что никто ничего плохого не хотел, никакого целенаправленного истребления не было, это всего лишь гриб занесли на плохо отмытой обуви любители-спелеологи, которые тоже ничего дурного в виду не имели. Ну и понятно, что имела место случайность спелеологи не первые, не десятые, даже не сотые раз переезжали из Европы в Америку, но вот однажды они все-таки гриб занесли. Так что, иногда человек умудряется что-нибудь истребить, даже не желая этого. Иногда ему это удается. Ну, вот, честно говоря, на этой драматической ноте я, наверное, и закончу. В качестве пищи для размышлений. Ой, не туда. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием на них попробую ответить. Геморрагической лихорадки я, скажем так, не слышал, чтобы она у них была. Лептоспироз есть, и они его изредка могут даже распространять. Но, скажем так, что значит могут наши те самые эпидемиологи во Вьетнаме долго искали летучих мышей с лептоспирозом и да, нашли. Насчет нырять это, конечно, не совсем. Плавать большинство летучих мышей, которые охотятся возле воды, умеют. Нырять это не их стихия, у них как бы нету локомоторного аппарата, который бы им позволял нырять, а главное потом выныривать, что гораздо важнее. А вот то, что большинство летучих мышей, охотящихся вблизи от воды, имеет почти несмачиваемый мех и очень плохо смачиваемые перепонки, и, соответственно, просто упав в воду, плавает, как поплавок на ее поверхности. А дальше, взмахивая крыльями, они, если даже не могут оторваться от воды, скажем, многие околоводные ночницы могут оторваться от воды и взлететь с нее. А те, которые не могут, вроде тех же нетопырей, они, в общем, хлопая по воде крыльями, довольно неплохо добираются до берега. Ну, понятно, если они упали посреди какого-нибудь из великих ледниковых озер, там, где-нибудь посреди озера Селигер, то да, не доберутся. А в пределах нескольких метров или даже десятков метров вполне могут. Перелетные летучие мыши обитают, ну, в некотором смысле везде, потому что какие-то миграции совершают очень многие рукокрылые, как минимум вертикальные, те, которые живут в горах, поднимаясь повыше, опускаясь пониже в зависимости от сезона. Но настоящие миграции, то есть с перелетом на большие расстояния, естественно, совершают некоторые рукокрылые, живущие в умеренном климате. Тоже не везде, скажем, например, наш как бы лидер дальних перелетов, это Рыжая Вечерница, но, скажем, в Западной Европе под тлетворным влиянием близкого Галлистрима, она таких перелетов не совершает. Значит, от нас наши Вечерницы, по-видимому, летают зимовать либо на Кавказ, либо на Балканы, либо и туда, и туда. Где-то в районе полутора тысяч километров они могут летать. Не обязательно летают, более того, явно их сейчас тоже начинает одолевать лень, как и двухцветного Кожана, все чаще их находят зимующими гораздо севернее, чем раньше, и иногда даже просто в местах летнего обитания, в той же Москве, но все-таки основная масса продолжает, по-видимому, летать. Нитпыри летают на сотни километров, до тысячи и даже за тысячу. И, к слову, сказать, тоже в значительной степени не столько на юг, сколько на юго-запад и даже просто иногда на запад, поближе к Галлистриму. Ну, те же рыжие вечерницы, которые у нас только сейчас и только самые, видимо, отщепенцы придумали зимовать, где живут летом. Но, например, в той же Германии рыжие вечерницы есть круглый год, правда, разные. То есть, собственные германские улетают зимовать куда-то южнее, зато в Германию прилетают откуда-нибудь из Дании и зимуют там. Охотятся. Они же все равно их... Ну, их, как это называется, регулирует численность. Скажем, в том же Израиле египетская летучая собака совершенно официально в списке сельскохозяйственных вредителей. Потому что, в общем, да, летучие мыши любые, они довольно неаккуратны в отношении еды. потому что, ну, с одной стороны, еда, которая упала, она ничего с точки зрения летучих мышей не загрязняет. Упала и как бы и пропала. С другой стороны, она упала и пропала. Ты не будешь за ней туда спускаться и искать ее там, где это там вообще находится. Поэтому уроненная пища, она как бы не считается. А как результат, в общем, они довольно много не едят и надкусывают. Ухватил неудачно, оп, уронил. Пальш, пошел за следующим. Вот. Ну, плюс они реально надкусывают плоды, потому что он начал его есть. Ему не понравилось. Недоспелый или спелый, ну, мы, например, без всяких летучих мыши убедились, что вольно растущие манго, ну, в смысле, не дикие, но растущие без надзора, они совершенно спокойно могут быть с одного бока перезрелыми, а с другого недозрелыми. Вот. Подлетел, с одного бока поел, а дальше он незрелый. Ну, и ладно, остался висеть надкушенный манго. И не один. Так что, в общем, понятно, что при высокой численности крыланов местные какие-то фруктовые плантации могут страдать. Это как бы не выдумка. на фотографии какой плод он ест, я не знаю, это тот самый, это артибиус, тот самый, фруктоядный листонос. А вот что именно он ест, я не знаю, это что-то южноамериканское. Я о таком не слышал. Я о таком не слышал. Я так понимаю, что рукокрылые просто так не едят, как птицы. Птицы же заглатывают эти ягоды, а крыланы, они наоборот, они почти не глотают твердую часть. Они, в общем, будут жевать плод, пока не выжмут из него в прямом смысле все соки. Мы, как это сказать, мы бы не верили, но крыланы в неволе даже огурец умудрялись сжевать до почти сухой выжимки, которую сплевывали. они стараются не глотать твердые части. Поэтому на самом деле такая длительная обработка в ротовой полости, наверное, она исключает вот такие ситуации, как с птицами и пьяными ягодами. То есть не понравился вкус, он его сразу бросил, а даже если понравился, но он его жует, 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 он подбродивший, но он частично ферментируется очевидно слюной уже во рту. как-то это по-другому работает. Я не слышал, чтобы какие-то вот такие вещи, как с пьяными ягодами, с рукокрылами случались. Хотя, наверное, всякое бывает. По-разному. А из-за чего этого на самом деле никто не знает, но в среднем рукокрылые очень долго живут для млекопитающих такого размера. Для большинства летучих мышей, скажем, размером с мышь, которая в природе живет обычно, ну там, скажем, полевая мышь в природе живет где-то 8 месяцев. Потенциально может прожить 2-3 года. Но летучая мышь такой же массы совершенно спокойно живет 12-15 лет в природе. Если, конечно, переживет первый год-два, когда она еще молода, неопытна, и мир вокруг нее полон неведомых опасностей. Потом они становятся ей ведомыми, и тогда у нее большие шансы дожить до старости. Рекорд для сибирской ночницы, самцы. Правда, рекордные только самцы. Самки так долго, по-видимому, не живут. Но абсолютный рекорд для сибирской ночницы с массой тела около 6-7 грамм это 48 лет. Это безумно много для такого в природе. Это в природе. Да, по результатам кольцевания. Ну, одна из гипотез, которая связывает вот такое долгожительство с тем, что просто летучие мыши довольно много времени проводят со сниженным метаболизмом, и как бы это время можно из общего зачета убрать. Но на самом деле оставшегося все равно получается больше. температуру тела, как у любого мелкого млекопитающего, естественно. Да. У такого маленького зверька проблема снизить температуру, а не повысить. Ну, повысить. Ну, да. Убрать лишнее, когда он активен, и взять недостающее, когда он посилен. Среди летучих мышей есть недолгожители, как ни странно. Например, есть такой восточный нетопырь, который очень обычен в городах Кореи, Японии, Восточного Китая, Северного Вьетнама. Это, в общем, основной синантропный вид там. И он живет недолго. У него высокая выживаемость потомства. У него обязательно двойни, и вроде бы бывают тройни. Но при этом он реально живет в среднем где-то года три. Что для летучих мышей даже мелких очень мало. Ну, в среднем понятно, что какие-то особи дольше живут, но все равно мало. Вот такой вот эфемерный, эфемероид среди летучих мышей. Но обычно они все-таки живут достаточно долго. Крыланы могут проживать больше сорока лет в неволе, а в природе никто не отслеживал. Они пьют через дыхание. Ну, наверное, ну, наверное, ну, вот насколько просасывается альвеолами, я не уверен, а то, что они зимуют при очень высокой влажности, как правило, и благодаря этому не пересыхают, это правда. Но на самом деле и ты не знаю. Я вот каких-то работ, которых бы это было написано эксплицитно на основе экспериментов, а не умозрительных конструкций, не видел. в холодильнике в морозильнике не должно высыхать. морозильник вымораживает воду, да, а холодильник, ну, им в любом случае туда все равно для зимовки нужны какие-то увлажнители. Если просто их поместить в холодильник, я думаю, они не доживут. Ну, вот двухцветный кожан иногда зимует в помещениях явно не со стопроцентной влажностью. Тем не менее, как-то доживает. Вырастают и улетают. по-видимому, там хороший запас прочности у самой конструкции, потому что, конечно, у летучих мышей очень крупные эмбрионы. Вообще, у летучих мышей самые крупные эмбрионы в относительном выражении среди млекопитающих. Есть южноамериканские листоносы, у которых детеныш на момент рождения составляет 40% от взрослой величины, линейных, не по массе. Вот, ну, это безумно много, просто больше не умещается внутри самки. Детеныш один. Есть рукокрылые, которые приносят двойни регулярно, но у них, соответственно, и детеныши немножко поменьше. Есть рукокрылые, которые приносят больше, чем двойни, но таких видов вообще раз-два и обчелся. Двуцветный кожан, бывает, что приносит тройни изредка. Есть еще некоторые кожаны, более чем двойни приносят, есть такие, сугубо американская группа, называется волостохвосты, потому что у них хвостовая перепонка покрыта густой шерстью. Вот, собственно, если вы читали у Сетана Томпсона его единственную повесть про летучих мышей от Альфа, там как раз речь идет о от Альфа какой-то там эльф, не помню, крылатый эльф. Собственно, от Альфа это как раз волостохвост, конкретно даже в его случае, по-моему, серый волостохвост. Вот, у них бывает до пяти, хотя как они выкармливают пять, не знаю, потому что не очень понятно как. Правильно, есть такая полулегендарная вещь о том, что самка носит новорожденных детенышей на себе. Связано это с тем, что, да, в начале, там, условно говоря, в начале двадцатого века, ну, вообще, в течение двадцатого века иногда ловили самок с молочными детенышами, висящими на ней. Скорее всего, самка в этот момент летела не охотиться, а меняла убежище, потому что почти все, по крайней мере, наши летучие мыши в течение выведения потомства несколько раз меняют убежище. Ну, по одной простой гигиенической причине, как не самые чистоплотные животные, они предыдущее убежище загаживают. Вот, и понятно, что нести на себе, так сказать, как транспортную функцию, она и детенышей может. Даже уже почти летных. Это выглядит очень странно, но, да, ее грузоподъемность позволяет это делать. Это как эта самая, как Мрия с Бураном на спине, да, но только не на спине, а на пузе, но, да, выглядит абсолютно гротескно, но, да, она этот вес может нести. Нет, нет, снизу, конечно. Вот, но это именно из пункта А в пункт Б. Если самки и охотятся с детенышами, то там может быть первый день-два после их рождения, а потом начинают оставлять их в убежище. В смысле, что вот тот не совсем так. Известы случаи лактации у самцов некоторых видов крыланов. Это все-таки не норма для них. Нет, так, конечно, самка выкармливает. У самца свои функции ему не до глупостей. Значит, у крыланов вроде бы есть у некоторых заключающееся в том, что он может оставаться, что называется, присматривать, чтобы не бросать детенышей совсем уж одних. Ну, насколько он это делает сознательно или просто потому, что ну, вот висит самец, а вот рядом висит детеныш, и он его не ест, ну, можно считать это заботой. У большинства летучих мышей просто самец и детеныш разнесены в пространстве. Очень мало у кого самцы присутствуют в выводковых колониях, а если присутствуют, то это иногда просто случайные самцы, которым все равно нечем заняться, и почему бы не посидеть в компании. Есть виды вроде собственно тех же настоящих вампиров, у которых гаремная организация, то есть есть гаремный самец, который держит убежище, в котором сидит колония самок с детенышами, но у него свои заботы, потому что понятно, что с другого конца дупла периодически залезают конкуренты, и главная задача это их гонять, а не о детенышах заботиться. Я так понимаю, что они оставляют просто детенышей одним кластером где-то в удобном месте, и отправляются есть все, тем более в случае с вампирами, для которых не поесть в прямом смысле смерти подобно. Они распознают обоняние у рукокрылых плохое, поэтому, наверное, они их распознают по совокупности запахов и звуков, но как, например, распознают детеныши какие-нибудь склочетогубы, когда это сборище детенышей, допустим, 10 метров в поперечнике, пятно и вот как подлетевшая самка в этих 10 метрах квадратных считается, что своего, но несмотря на то, что вообще колония в Бракинских пещерах это любимая игрушка американских летучемышатников и чего они только с ней не делают, я так понял, что они добились того, что они поняли, что скорее всего она все-таки в большинстве случаев распознает своего детеныша, но как она это делает, она им до сих пор не рассказала. Ну, да, в общем, да, обычно. Ну, так это же с человеческой точки зрения они все одинаковые комочки. С их точки зрения люди тоже, наверное, довольно однообразные. Вроде бы да. Вроде бы да. Насчет не своего вида не уверен. Своего наверное не своего вида, но не своего детеныша, наверное, все-таки, конечно, могут. Больше бы не орал. Это на птицах. Ну, колония и так сама себя сдает. Тут как бы крупную колонию не замаскируешь, поэтому тут все бессмысленно. Тут ее главное просто расположить так, чтобы хищники не добрались, а дальше их все равно не заткнуть. И взрослых в том числе. Они довольно скандальные существа. Опять же, в большой колонии обязательно кто-нибудь на кого-нибудь наступит, зацепит когтем случайно, пока чешется, еще что-нибудь сделает. И на это обязательно надо выразить свое возмущение, поэтому крупная колония звучит все время. Это социальные крики, которых у них вообще довольно широкий спектр. То есть, опять-таки, да, нужно... Мы только часть этих криков можем слышать, а в принципе, да, у них есть крики, которые маркируют территорию, которые предупреждают сородичей о собственном приближении, еще о чем-то. Ну, в конце концов, очевидно, что у них достаточно должна быть сложная передаваемая информация, учитывая, как они находят, например, новые убежища. Потому что простой случайностью это никак не объяснить. Что зверек нашел новое убежище, а опа, и через день в нем сидит вся колония. Вот. То есть, какая-то коммуникация у них, несомненно, присутствует. Ну, в этом смысле вспоминаю, сразу вспоминаются не про летучих мышей, а, скажем, эти эксперименты с луговыми собачками, где было показано, что вот этот вот их тревожный свист, который до этого момента считали, что просто это сигнал тревога, несет 16 смысловых компонентов, которые описывают размер добычи с воздуха она или с земли, с какой стороны приближается, и даже цвет, что особенно ценно, учитывая, что луговые собачки дихроматы. Так что не исключено, что бокализация социальной летучих мышей тоже несет больше информации, чем мы можем себе на данном этапе представить. Какое-то несомненно сложное взаимодействие, достаточно сложное у них происходит. Хотя как раз в смысле предупреждения об опасности у них так себе. Спасибо вам.